Кандидат наук Телешевский Антон Валентинович, многопрофильная клиника РАМИ. Собственный опыт и оставшиеся вопросы. Пожалуйста. Добрый день. Артур Халич, спасибо большое. Практически все проблемы рассказаны, и мне только немножко дополнить, наверное, останется на собственном опыте. За долгие годы работы в реконструктивной хирургии у всех уже есть наработан опыт, методы, и практически все проблемы, наверное, решены. Я останавливаюсь на тех проблемах, с которыми я сталкивался, и, наверное, с теми ноу-хау, которые стали применяться и которые позволили мне все это решить. Безусловно, диспозиция эндопротеза. Я буду говорить в большей степени, наверное, про отсроченные реконструкции, потому что, к сожалению, того объема пациентов с уже удаленной железой, которая есть у нас в стране, его, наверное, сложно еще где-то найти. Диспозиция, то есть краниализация и смещение эндопротеза после отсроченной одномоментной реконструкции, деформация грудной стенки в виде вдавления ребер, которую мы тоже можем наблюдать при отсроченных реконструкциях, особенно после лучевой терапии, формирование, точнее, отсутствие субмамарной складки после классической мастектомии. Это проблема, которую мы смогли, в принципе, решить. Контуринг и риплинг эндопротеза не до конца, но все-таки липофилинг нас, скорее всего, спасет. Я дальше расскажу. Ротация имплантата. Артур Халитович за анатомические импланты, но есть на данный момент некоторые опции дополнительные. И паутинный синдром, особенно при билатеральной реконструкции экспандерами, это то, с чем я достаточно часто сталкивался. Итак, первые две проблемы. Диспозиция эндопротеза, деформация грудной стенки решены, в принципе, на мой взгляд, такой манипуляцией, как миофасциотомия. Игорь Александрович Иш вместе с командой все это дело придумал, внедрил и активно запатентовал. И применяем миофасциотомия. В принципе, позволяет избежать диспозиции краниализации импланта, при установке его под мышцу и в давлении ребер при установке экспандера. Собственно говоря, заключается она в том, что после удаления ткани молочной железы мы, формируя субпекторальный карман, рассекаем вместе прикрепление мышцы и не разрушая субмомарную складку, чуть ниже, до подкожной жировой клетчатки, за счет чего у нас появляется элемент большей свободы. Мы все это делаем под контролем зрения, а также с контролем пальпаторна, чтобы не травмировать кожу. И, соответственно, это позволяет установить имплант сразу большего объема, либо при установке экспандера сразу дать объем и избежать в давлении ребер. Эта методика применима даже при сложных отсроченных реконструкциях, даже после первичной неудачной. Вот один из примеров собственного опыта пациентка в Германии. Прошла прекрасный вариант реконструкции первичной. Сосок сберегающий, кожа сберегающая реконструкция. С одной стороны, аугментация второй молочной железы, и была выполнена там же лучевая терапия. Не знаю на тот момент зачем, но была тоже проведена. И мы видим с вами краниализацию импланта, абсолютное отсутствие в нужном месте субмарной складки, постлучевую язву. Даже это не язва, на данный момент гиперпигментация. Язвы уже там активной нет никакой. Но в целом мы выполнили реаугментацию спексии с одной стороны, и сейчас будет промежаточный результат нашей работы. Это установка экспандера с использованием миофасциотомии. То есть мы опустили, сам карман занизили, выполнили миофасциотомию, и в принципе на данном этапе она сейчас готовится ко второму этапу реконструкции. Но мы получили хорошую проекцию, мы не получили выдавление ребер. Более того, у нас после первой реконструкции ребра расправились. У нас есть проекция. Поэтому миофасциотомия хорошая штука, чтобы решить вот эту проблему. Следующая проблема – субмарная складка. Спасибо большое Артур Халитовичу. В основном его методика используется у меня в работе. Также полимори достаточно часто реконструируем. И то, что сделал и показал в свое время Артур Халитович, это, конечно, просто сорвало башню, и все у нас стало получаться в субмамарной складке. Соответственно, у пациентки была проведена на этом примере двухэтапная реконструкция с миофасциотомией, которую я рассказал ранее, и формированием субмамарной складки, как делает Артур Халитович. Соответственно, это еще на этапе экспандера. После этого у нас была замена на имплантат с реконструкцией ССК. Также у пациентки была выявлена берсия и мутация, поэтому мы выполнили с другой стороны подкожную мастектомию с дизайном Т и одномоментную реконструкцию. Сейчас пациентка счастлива, все у нее замечательно. Присылают фотографии. Один еще из вариантов. Артур Халитович упомянул, что снизу формирование складки не понравилось. Ему на одном из мастер-классов. Но существуют две методики формирования субмамарной складки из доступа нижнего. Это либо с верхним депидермизированным лоскутом, либо с нижним депидермизированным лоскутом. И в некоторых случаях они достаточно правомощны и дают неплохой результат. То есть у данной пациентки с целью создания субмамарной складки мы выполнили именно наружную реконструкцию и аугментацию контрлатеральной молочной железы. В принципе, вот эта фотография до на фоне экспандера. И, соответственно, я считаю, что достаточно неплохая методика. Опять же, да, два рубца у нее, но от верхнего рубца мы уже все равно не избавимся. А нижний, в принципе, он находится в субмамарной складке, поэтому страшного в нем, на мой взгляд, ничего нет. Контуринг, риплинг, эндопротеза решается ли по филингам? Ну, относительно решается, безусловно, тоже со своими проблемами, но, на мой взгляд, это единственный метод, который сейчас возможен. Также контуринг, риплинг, эндопротеза. У нас появилась опция. Артур Халитович хочет, ну и все, основная масса хирургов все-таки любит анатомию, но я вспомню его же слова в 2013 году о том, что через три года ни один хирург не скажет, какой он поставил имплантат, круглый или анатомический. Поэтому существует сейчас экстранаполненный ТМПХ и ментор, который, в принципе, со временем дают и каплевидную форму, но при этом за счет перенаполненности не риплят. И опять же, мы этой же проблемой решаем проблему ротации импланта, потому что независимо, как крутится круглый имплант, у нас ничего не меняется. Паутинный синдром, особенно при билатеральной реконструкции, вот такие перетяжки, они могут быть горизонтальные, могут быть вертикальные. И в литературе искал, как это, кто решает. В целом я выбрал определенные решения в виде инъекций лидазы с лидокаином. Инъекции производятся прямо в зону этих перетяжек, на расстоянии где-то полсантиметра друг от друга проводятся уколы. И такие инъекции проводятся два раза в неделю. То есть промежуток между инъекциями где-то 2-3 дня. И, собственно, буквально после трех-четырех сессий вот таких уколов мы видим дешевый и быстрый способ решения проблемы паутинного синдрома. Проблемы, которые мы не решили, ну, относительно, скажем так, после лучевых осложнений с протрузией эндопротезов, инфекции с протрузией эндопротезов, недостаток тканей у очень худых пациенток и избыток тканей у очень полных пациенток, что касаемо реконструкции эндопротезами. Решение, безусловно, мы всегда ищем, пытаемся найти. У нас есть реконструкции лоскутами. Кто умеет их делать и кто их любит, почему нет? Это должно быть альтернативой и запасным аэродромам. При инфекциях у нас есть ВАК-система, которая позволяет в достаточно высоком проценте случаев сберечь эндопротез и, в принципе, сделать без периода отсутствия органа нам реконструкцию. Безусловно, орган сберегающей операции, онкопластические резекции, которые вообще закрывают, в принципе, все эти вопросы. Ну и, на мой взгляд, лучшая мастектомия – это та, которую не сделали. Лучшая реконструкция – это, наверное, индивидуально все-таки для каждого пациента. И если не умеешь, то направь коллегам, которые умеют, это то, чем я руководствуюсь. Потому что лоскутами я не умею, а Дмитрий Владимирович умеет, например. Поэтому мне проще отправить, если пациенту показана эта реконструкция, Дмитрий Владимирович. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.